Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Производство продукции сельского хозяйства в России с января по ноябрь 2022 года по предварительной оценке составило 104,7%, говорится в материалах Росстата. Согласно публикациям сайта «Сделано у нас», в декабре 2022 года было открыто 11 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 миллионов рублей. Более мелкие предприятия в обзор не вошли. В том числе запущено и модернизировано 5 новых крупных объектов с инвестициями более 1 миллиарда рублей в каждое. Это мегапредприятие. Общий объем вложенных средств проекта составляет почти 15,5 миллиардов рублей. Итак, агрокомплекс имени Ткачева запустил вторую линию разлива молока в ПЭТ-бутылку. Это предприятие находится в Краснодарском крае. Они продолжили модернизацию линии разлива молочной продукции на перерабатывающем предприятии Молоко-2. На заводе была запущена вторая линия разлива в ПЭТ-бутылку. Новые мощности удвоили объемы производства готовой молочной продукции, фасуемой в ПЭТ. Инвестиции в проект комплексной модернизации линии разлива на предприятии Молоко-2 составили 150 миллионов рублей. Цех технических полуфабрикатов открыли на мясокомбинате «Велес» в Курганской области. 9 декабря в Курганском селе Чистая Зерия открыли новое производство – современный цех технических полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии «Велес». Новый цех предназначен для переработки побочных продуктов животноводства, перерабатывать отходы сбойни в ценные и безопасные ингредиенты для улучшения кормов животных – белки, минералы и жиры. Производство полностью автоматизировано, технология экологически безопасна для окружающей среды. Открытие этого цеха – последнее звено в создании замкнутого цикла производства в холдинге. Ожидается, что в сутки цех будет производить больше 3 тонн кормовой муки и 2 тонны технического жира. Общая стоимость проекта составила более 225 миллионов рублей. Сибарго построил новый комбикормовый завод в Новосибирской области. Это крупнейший агрокомплекс в Новосибирской области. Они построили новый комбикормовый завод. Мощность завода позволит увеличить выработку комбикормов в области в полтора раза. Новый завод оборудован только отечественными машинами. Он способен вырабатывать до 15 тысяч тонн комбикорма в месяц, что увеличит производство комбикормов в полтора раза – с 23 до 38 тысяч тонн в месяц. В проект инвестировали 800 миллионов рублей. Помимо завода построили и всю необходимую для него инфраструктуру – современный комплекс по приемке и сушке зерна и склад готовой продукции. В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16 гектар. 13 декабря в городском округе Луховицы в деревне Остапово введена в эксплуатацию третья очередь современного тепличного комплекса, который будет ежегодно производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов. Только в этот этап в строительство вложено почти 5 миллиардов рублей инвестиций. Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест. В Астраханской области открылся новый тепличный комплекс. Называется он кедр. Там будут выращивать огурцы и помидоры. Тепличный комплекс находится недалеко от поселка Красной Баррикады Икрянского района. В нем будут круглый год выращивать огурцы и томаты на общей площади 10 гектар. На территории кедра расположены две теплицы общей площадью 10 гектаров, производственный склад, котельная и здание водоподготовки. Почти все помещения автоматизированы, в них налажены системы освещения и вентилирования, что позволит избежать ошибок во время посадки семян, внесения удобрений и полива. В Липецкой области готовится к запуску вторая очередь завода по переработке топинамбура. Компания Ист Агродон в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 тонн сырья в сутки. Выпуск готовой продукции составляет 10 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект, построенный с нуля, составил 2,5 миллиарда рублей. Это первый и пока единственный российский завод по переработке топинамбура. Сейчас компания делают из топинамбура несколько видов пищевых ингредиентов. Во-первых, это сушеный нарезной топинамбур, клетчатка, которую можно использовать в широком спектре продуктов питания. Также завод производит муку из топинамбура, которая может использоваться для выпечки хлеба. В Московской области введен в эксплуатацию производственный комплекс для хранения и сушки зерна. ООО «Шульгина» ввело этот комплекс в эксплуатацию в Волоколамском районе Московской области. Комплекс, в состав которого вошли зернохранилища с отделением очистки, сушки и хранения зерна общим объемом 11 тысяч кубических метров. Частью производственного комплекса, помимо зернохранилища, стал также новый кормовой цех и ферма на 200 голов крупного рогатого скота. Сейчас предприятие выращивает две мясные породы коров – Абердинг-Ангус и Гирефордскую и планирует разводить их для продажи. Объем инвестиций в проект нового производственного комплекса составил 170 миллионов рублей. ПАО «Магнит» запустила на Кубани центр по выращиванию вешенок за 1 миллиард рублей. Первая партия вешенок под брендом «Магнит свежесть» уже начала поступать к Новому году в магазины розничной сети в 67 регионах России. Производительность нового предприятия составит более 1 тысячи тонн продукции в год, а объем инвестиций – около 1 миллиарда рублей. В камерах выращивают два вида вешенок – обыкновенную и лимонную, опята и шиитаки. В ближайшее время будет собран первый урожай опят и шиитаки. Ритейлер запустил производство новой продукции на базе действующего шампиньонного комплекса в Краснодарском крае. Для жителей региона создано более 80 новых рабочих мест. В Алтайском крае открылся новый молочный комплекс. В поселке Кировский Смоленского района Алтайского края запустили в работу современный животноводческий комплекс. Хозяйство «Агросибирь» Смоленского района реализует проект по строительству животноводческого комплекса на 1200 коров с доильным залом типа «Европараллель». Его общая стоимость составила 550 миллионов рублей, из которых 300 миллионов – кредитные средства, остальное – собственные вложения. Комплекс состоит из трех зданий – доильно-молочного блока и двух коровников. МАКФА ввела в строй новые макаронные линии Российская компания МАКФА, входящая в пятерку крупнейших в мире производителей макаронных изделий, продолжает реконструкцию производства. Два года назад МАКФА заявила о начале масштабной инвестиционной программы технического перевооружения. На сегодняшний день введены в эксплуатацию макаронная мельница по переработке твердых сортов пшеницы «Окрим», макаронные линии «Фава» и «Бюхлер», линия по упаковке «Круп», «Котельная». В перевооружение предприятие вложено 2,2 миллиарда рублей. Стерлитоматский молочный комбинат завершил реконструкцию производства. Этот комбинат находится в Башкирии, и там завершили реконструкцию линий по производству «Кольяты» – полуфабриката для изготовления сыра, а также запустили новую линию по разливу молока и молочных продуктов в пэт-бутылку. Инвестиции составили более 3 миллиардов рублей. Это позволило предприятию разнообразить ассортимент продукции, снизить зависимость от импортных составляющих и в конечном итоге взять курс на увеличение объемов производства. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.